всем привет перед вами очередная посылка с довольно интересной катушкой некоторое время я выбирал какую же именно модель купить для цели в общем интересных таких посетил меня идея в этом году попробовать рыбачить на глубоководные такие кренки типа такой приманки это кстати новинка от компании strike pro называется она кренки deep runner 100 то есть такая самая крупная модель длина у нее 100 миллиметров есть система дальнего заброса так называемым там крупный шар переходит хвостовую часть в общем весит он 60 грамм ну и ныряет примерно где-то 6 8 метров но для этой катушки приманки будут немного поскромнее но подобного класса то есть с глубиной погружения где-то 684 метра вот такого плана было несколько вариантов различных катушек основе свой выбор на катушки от компании shimano калькутта размере 200 ручная работа размере значит 200 катушка немного был она не много абсолютно в общем это модель одна из самых первых калькутт насколько знаю калькутта конкурс это самая первая модель вот от компании shimano почему я сделал выбор на ней ну не так много катушек на самом деле с низкой так сказать передаткой на данной катушки она составляет пять к одному интересно по поводу первый раз такой вижу в общем так надежно здесь помимо катушки продавец еще положил несколько запасных частей которые возможны в будущем не пригодятся если я буду рыбачить данные снастью довольно положительное время посмотрим в общем это пока эксперимент так сказать мое желание вот здесь видим ттх там отсвечивает солнышко в общем пять к одному передачное отношение фрикционная 5 килограмм весь катушка 265 грамм количество подшипников 10 ну и лесоемкость здесь примерно 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 на чуть покрупнее чем на антаросе диссинге например так же как вот на новой калькутте шнура вот 40 130 метров примерно такая же лесоемкости на новом калькутте который приобретал для некрупных джерков так ну что смотрим посмотрим на нее поближе упакованы все суперски катушка на первый взгляд некрупная такая более менее компактная у меня есть подобного класса катушка размере 400 старушь конечно очень большая упакованы суперски по фотографиям которые я видел на сайте кстати покупалась она на авито данная катушка выглядела практически как новая то есть катушки судя по данным наклейки в 2022 году 15 лет то есть механизм этой катушки был собран в японии 15 лет назад довольно таки я почему замолчал поскольку ход ход катушки настолько он вообще суперский ну по крайней мере вот сейчас а первые ощущения не знаю слов нет она настолько плавная бесшумны главной пары я имею ввиду то есть и вообще катушка в целом то есть ну вообще супер вот так она выглядит первое впечатление пока что очень-очень хорош я рад такие эмоции в общем классные я очень рад здесь должна быть трещотка на регулировки фрикциона фрикцион кстати здесь павел это предыдущий владелец данной катушки заменил он стоит здесь абсолютно новый но я читаю карбоновые фрикционные диски так что поставлю сюда другие как и на многие катушки от компании shimano осевой тормоз также с микро кликом такой нежный прям звук здесь данной катушки установлен центробежной системы торможения сейчас мы и посмотрим это так сказать та система которая являлась прародителем современных систем центробежных то есть пуле непосредственно крепится к корпусу путем то есть вот этот подшипник второй шпульный он закреплен в металлической этого части которая фиксируется на резьбу непосредственно в корпус то есть катушка при этом самом обладает очень хороший как сдерживающим ресурсом мышцами характеристиками то есть позволяет работать с упористыми приманками не переживать особо за то что что-то здесь выйдет из строя есть все надежно супер там 6 грузиков на шпуле который отключить можно можно включить то есть принципе катушка обслужена хорошими смазками я же буду использовать скорее всего свои посмотрим что внутри этой катушки как она выглядит ну блин пока что я очень рад шпулька здесь такая перфорированная облегченного так сказать варианта кнопок кстати в отличие от старшего собрата здесь они такие по ощущению но они не пластиковые они все все-таки чем-то покрытые либо сам кнопку состоит из этого материала но более жесткие более жесткие на 400 модели по моему они сделаны с другого материала в общем пока все складывается суперским так сказать образом шпульные подшипники здесь то тоже новые абсолютно новые то есть я думаю рыбалка будет в этом сезоне очень очень интересны сейчас посмотрим какие допы еще есть посылки ну такой фирменный шамановский чехольчик старого образца еще насколько могу судить по моему можно закреплять даже на удочке то есть вокруг удилища при установленной катушки сколько здесь много разных пакетиков прям супер схема есть уже пожелтевшая бумага слегка такая видно что старые есть дополнительные грузики различных цветов и так понимаю скорее всего они и весят тоже по разному получается по 6 грузиков прозрачных таких и более темных надо будет потом может быть заморочить взвешу какие из них какие но мне кажется скорее всего самые темные самые тяжелые потом прозрачные сам легкие будут а те которые установлены наверное среднем среднем среднего значения так ага это получается втулка боковая на бесконечник есть новое потом точно не знаю как она называется наверно коромысловую что-то типа такого это на механизм так сказать фиксации шпули если так можно выразиться так видно какой-то стопорное колечко тоже может быть на бесконечный вид не знаю и скорее всего одна регулировочная шайба медная тоже скорее всего на бесконечник пакетики большие тут скорее всего было что-то еще не будем искать вдаваться в подробности с момента распаковки катушки прошло некоторое время я ждал посылки в общем в одной посылке была смазка из японии но смазка ко мне не придет поскольку посылка застрял во франции и отправиться обратно в японии в общем пока что она там смазок я не увижу японских ну да ладно ждал еще фрикционные тормоза фрикционные карбоновые диски для катушки заказал по наитию в китае на алиэкспрессе вы был один из самых дорогих вариантов в общем хочу вас предостеречь не заказывайте подобные вещи на алиэкспрессе это не настоящий карбон так это фейк в общем это такая пластиковая шайба какого-то белого цвета на срезе с двух сторон оклеены в общем непонятной ткани имитации карбона внешне немного похоже может быть даже это какая-то карбоновой ткани не знаю но данную шайбу я не планирую ставить фокуса не было в камеры не очень фокусирует хорошо в общем не планирую ставить данную шайбу в катушку конечно же обошелся мне это девайс примерно 500 рублей но открыв спору день я вернул но поскольку это реально фейк в общем не покупайте на алиэкспресс и за любую стоимость якобы карбоновые диски для фрикциона пока ждал значит эти посылки ко мне пришли другие с приманками которые непосредственно будут использоваться с этой катушкой тут такие вот японские кренки диповые в частности это реалист кренка до самый глубокий по заглублению что-то по моему там до 5 6 метров он может нырять качественные приманки попробуем их в этом сезоне с данной катушкой есть и более бюджетный такая вот версия это и тума deep runner если мне память не изменяет по моему это бренд и тума 800 f тоже такие вот крупные лопасти у них то есть приманки должны быть упористые для этих целей я и выбрал сей девайс с небольшой передаткой довольно мощная должна быть катушка перед вами представлены две модификации это калькутта конкурс 21 года в размере 200 а это самая первая генерация калькутты конкурс тоже в размере 200 сейчас мы их визуально немного сравним между собой без измерений просто внешне самое главное отличие если посмотреть как бы сбоку на данной катушки приблизительно по одной линии совместить точку крепления к удилищу глаза бросается разница в размерах то есть первая генерация катушки довольно солидную так сказать возвышается диаметр бочонка гораздо больше измерять а пока не буду ничего просто внешне посмотрим если сравнить их сопоставив примерно как бы по длине даже наверное двадцать первого года калькутта будет немножко больше тут сложно сказать но визуально на на несколько миллиметров скорее всего пошире конструкторы как и добились это то есть изменение уменьшение корпуса они сместили более таскать в нижнюю часть оси вала с большой шестеренкой в отличие от первой генерации катушки тем самым удалось изменить ее высоту и сделать как бы более компактный чем нежели первой генерации в общем так просто показала в чем разница многие то конечно это знает ну многие допустим не видели чем же не отличаются теперь будете знать в общем катушку 21 года на канале я уже разбирал мы смотрели какая там главная пара как в принципе собран механизм сейчас буду разбирать первую генерацию данной катушки посмотрим что там внутри катушка как я уже говорил прежде чем попасть ко мне прошла полный то то есть она принципе готова к работе полностью до винтика я ее разбирать не планирую в этом нет никакой нужды посмотрим механизм как он выглядит возможно заменю одну из шайб фрикциона посмотрим какого она размера и что у меня есть по наличию также взвесим измерим планирую также поменять рукоять то есть есть у него такая ручка покупал я ее на алиэкспресс бренд читается не знаю как правильно в общем название вы видите на экране она в отличие от заводской имеет больший размер и для работы с упористыми приманками на мой взгляд будет супер заводская ручка она слишком маленькая здесь размер ее 84 миллиметра тогда как ту ручку которая планирую поставить имеет размер 100 миллиметров плюс мне кнопы по ухватистей в общем будет комфортный на мой взгляд крутить и тащить такой диповый крэнк по каким-то ямам корягам и всему прочему приступаем к измерению и разборке для начала взвешу катушку заявленный вес у нее 265 грамм если показывает 267 грамм принципе все соответствует практически так теперь мы доберемся до шпули для этого необходимо открутить крепление боковой крышки таким образом все происходит и теперь по идее эту часть который крепит шпули корпусу она сделана из какого-то металла возможно это алюминий мне находится шпульный подшипник здесь как мы видим он закрытого типа это мне радует я почему-то думаю что здесь будут открытые подшипники такие как в 400 версии там все открытые были даже шпульные насколько я могу судить по своей памяти по моему было так в этой же части есть непосредственно зеркало о которой с которым взаимодействует шпульные грузики центробежной системы торможения включен у меня здесь сейчас четыре их начну наверное первые пробы именно с четырьмя грузиками подшипник здесь стандартного типа 10 на 4 на 3 миллиметра должен быть так достаем шпулю он довольно таки просто выходит никаких там уплотнителей нет так пока катушку в сторонку отложу шпуля принципе легкая по ощущениям перфорированная выполнена она из алюминия так сейчас мы ее измерим взвесим здесь нет кстати на шпуле подшипника то есть подшипник будет находиться непосредственно в регуляторе осевого тормоза так взвешиваем шпулю в общем семнадцать с половиной грамм она весит вес в принципе маленький никаких проблем с забросом приманок от 20 грамм кренков не возникнет диаметр шпуля тоже не очень большой так измеряем 37 миллиметров ну такой нормальный средний можно сказать для 200 бочонка в новый калькутте там по моему 38 миллиметров шпуля так 26 миллиметров и длина оси получается 61 где-то 616 для того чтобы крышка мне не мешалась я сейчас я сниму для этого необходимо открутить крепление здесь один винтик сейчас мы открутим стоять и крышка вместе со штоком легко вынимается из механизма здесь есть деталь такая пластиковая которая защищает от попадания мусора через перфорированную крышку внутрь механизма прозрачный пластик так ну в принципе все мешающие элементы я убрал сейчас будем снимать рукоять катушки кстати здесь гайка крепления катушки утоплена в ручку вот в этом не поможет китайский ключик здесь можно использовать с 11 гайкой с 10 гайкой местах где она утоплена в рукоять не хочет не так-то просто с помощью крючочка небольшого то я сделать гораздо проще так здесь должна быть 10 гайка смотрим 10 ключ довольно таки на плотно прям очень плотно это очень хорошо на самом деле что нет никаких зазоров прям идеально села но прям плотненько так здесь левая резьба поддается очень легко откручиваем гайку крепление ручки так снимаем рукоять все здесь принципе просто пока что как обычно механизм трещотки здесь есть небольшое повреждение но об этом не говорил продавец единственная такая заметная вмятинка этот на гайке фрикцион под звездой регулировки фрикционного тормоза мы видим такую пружинку сейчас такие пружинки не ставят в катушке это так сказать деталь которая ушла в прошлое сейчас они выглядят по другому также довольно мощная гайка выполненная как мы видим из цветного материала по крайней мере по цвету это именно так обычно на современных катушках она выполнена данная гайка из легкосплавного какого-то материала алюминия там или что-то в этом роде здесь же мы видим что она такая более весомая что ли под ней шайбочка на которой с одной стороны нанесено специальное покрытие для снижения трения чтобы весь механизм работал как часть часики далее мы видим две шайбы обеспечивающие на нагрузку так сказать натяжение на фрикционный тормоз шайбочки довольно внушительного размера как правило не потоньше тут они прямо очень толстый на катушках обычно бывают более тонкие здесь материалом не жалели так еще есть небольшая шайба как обычно не ставит медная такая которая убирает зазор ну и регулировочная скорее всего шайба медная шайба так далее возможно это подшипник на валу сейчас сниму крышку открутив три винта и посмотрим что там и как похоже на на подшипник пока не пойму как это выглядит схему осмотрел что-то там не понял как выглядит этот узел там обозначен слишком просто что на себя представляет по факту пока не ясно так ну что снимешься ты крышечка ага вроде бы поддалась но плотно сидел тогда ну да в крышке мы видим роликовый подшипник а выше него расположен шариковый шарика подшипник вот он то есть такой в пластиковой обойме это принципе зачет то есть он обеспечивает более жесткое крепление вала тем самым катушка имеет хорошие все таки мощностные характеристики заложены в ней инженерами также сейчас а ну вот он шпульный подшипник хотел разбирать принципе его видно здесь такой же стандартный да нет тут наверно он поменьше мне кажется тут он не 10 миллиметров не за час посмотрим достану его линис мой берем отцу даже достанется где он должен доставаться нет не должен либо он достается в противоположную сторону но сюда он не хочет уходить сейчас попробуем разбирать разобрать так да он достается сюда как раз если откручиваешь крышку а можно убрать скобу и он такого стандартного и так понимаю размера 10 на 4 на 3 миллиметра просто здесь из-за бортика корпуса сложно было понять какой у наружный диаметр казалось что он меньше так возможно кому-то интересен будет размер данного подшипника можно ли вытащить из пластиковой втулки чтобы он сидит там слишком плотно возможно даже это не пластика металл скорее сюда это алюминий судя по тут краска немножко слезла белый цвет не почему ты зачем подумал что и пластика не так металлическая втулка внутренний диаметр скорее всего 8 миллиметров может быть ну да обычно валы делают 8 миллиметров так ширина получается три с половиной на диаметр не знаю как тут померить доставать я его не буду приблизительно наверное 13 миллиметров визуально 13 миллиметров судя по штангенциркуль поместим его обратно принципе мне ни для каких целей не интересен кроме как измерить есть контакт теперь перейдем непосредственно к главным механизм катушки к сердцу так сказать мы видим довольно крупный зуб на шестерни принципе оно должно быть так но скорее всего это анодированный непонятно пока какой возможно даже алюминиевый вал сложно мне сказать здесь вот где износ резьбы есть небольшой от работы с гайкой металл блестит белым цветом но чтобы знать наверняка это нужно взвесить если допустим но можно еще магнитом проверить возможно если он стальной но что-то мне кажется что он обычно алюминиевый легкосплавный могу ошибаться так довольно объемный такой пиньон по крайней мере та часть которая видна сейчас диаметр не маленький пружин очки такие детские какие-то обычно на катушках здесь более значительные такие высокие пружинки все остальные элементы практически все сделаны из металла кроме шестерен привод приводов бесконечного винта не пластиковые по крайней мере одна но на мощная очень мощная такая там не то что на риоге в общем существенная штука ресурс в ней заложен довольно таки большой так ну в общем размечаю главную пару и снимаю посмотрим что там и как под ним и так пара размечена снимаем втулку роликового подшипника так затем значит большую шестерню мы видим что она немножко есть такими черными точками с одной стороны с другой стороны это говорит о том что скорее всего данную катушку эксплуатировали морской воде то есть я так думаю что это именно от соленой воды такая штука но могу ошибаться также есть налет от фрикционный этот шайбы из дартаниума так она выглядит ее и обязательно поменяю такого размера думаю найду есть у меня карбоновые фрикционные диски шайбы диски в общем такого размера я обязательно поменяю так также мы видим здесь отсутствие храповика то есть дом по идее должен быть но здесь нет посмотрим что под шайба металлической по идее должна быть вот этот самый диск ненавистный многими рыбаками материал он оставляет грязные следы загрязняет тем самым все узлы довольно крупного размера пластиковые шестерни значит по всей видимости все таки он алюминиевый под пластиковой шестеренкой находится подшипник то есть вал здесь как и во многих катушках на подшипники посадочное место в корпусе но откручивать его не планирую так теперь убил эти две маленьких пружинки посмотрим что из себя представляет пиньон так ну довольно таки объемный прям такой мощный конкретный визуально пара конечно она работала видно пятно контакта но износа как такового пока я не наблюдаю но принципе даже при работе когда вращаешь рукоять пара работает идеально то есть видно что рыбачки катушка не так много посадочное место в корпусе пиньона главной пары на подшипники то есть там подшипник стоит это тоже не может не радовать получается одна сторона пиньона которая находится непосредственно ближе к шпуле находится на подшипники так мы в принципе наверное по корпусу я думаю все вы видите механизм как он выглядит принципе здесь все надежно никаких я думаю проблем с этим не возникнет все очень хорошо смазано предыдущим владельцем как это что такое какая-то проставка то есть тут идет крепление редукторной крышки и чтобы винт не продавливал получается крышку есть такая металлическая проставка втулка интересно так но теперь посмотрим что из себя представляет непосредственно большая шестеренка и механизм фрикцион здесь он выполнен простым решением здесь один металлический диск должен быть и такая вот тонюсенькая шайба из дартаниума да но я скорее всего возможно даже удастся поменять и эту шайбу если по диаметру я найду приблизительно то же самое но в карбоне то есть я думаю целесообразно поскольку здесь перепадов нет никаких на шпуле на шпуле на шестеренке есть небольшой такой посадочный есть ну посадочный диаметр есть такой выступ миллиметров 10 наверно диаметром получается может быть может быть 12 я подберу сюда возможно карбоновый диск который по площади будет гораздо больше чем вот это имитация на мой взгляд это вообще какая-то туфта очень тоненькая то есть изначально я планирую почему заказал в китае такой большой фрикционный диск я планировал вырезать из него ну максимальную по площади подходящую сюда деталь то есть обрезав наружный диаметр под размер посадочной шестерни тем самым увеличив площадь как бы соприкосновение с шайбой она ровная здесь никаких нет выступов перепадов то есть тем самым можно увеличить нагрузку на фрикцион максимально то есть тут она 5 килограмм возможно она будет 67 килограмм это существенно повлияет на качество работы поскольку все-таки приманки будут крупные я думаю с механизмом от увеличения фрикционно-максимальную как бы воздействию никакого негативного не последует в общем попробую сейчас подобрать какой-нибудь карбоновый диск и покажу вам что у меня из этого получилось но прежде чем это сделать я вам сообщу размеры данные шестерни диаметр получается 38 с половиной где-то 38 6 приблизительно но на такая небольшая на самом деле я думаю она будет более существенный по лаборитам ширина здесь наверное 4 миллиметра ну да чуть меньше где 39 38 то есть я изначально почему-то думал что на катушках подобного класса она будет этот главный большая шестеренка более объемного размера так сказать вот такая вот катушка у меня вышла установил как и планировал более крупную рукоять с более ухватистыми кнопками я думаю справиться теперь с любым кренком на 5 метров заглубляется или на 8 посмотрим в общем с удочкой пока не определился есть у меня два коротких удилища с длиной 7 футов 2 метра 13 сантиметров позволяющие работать с данными приманками но пока не знаю там в одного рукоять коротковато для этих целей не очень мне кажется будет удобно но больше как для твиче крупных воблеров дойдет а другое я планирую использовать под некрупные джерки она слишком мощная думаю может быть приобрести более длинные удилищем от компании да его есть такая модель прорекс с тестом 40 120 длина 240 но пока как бы не знаю попробую скорее всего сначала с коротким с коротким удилищем поработать посмотрим какие минусы плюс от этого ну минусы будут одни это скорее всего неудобство из-за короткой рукояти работать с упористыми приманками и также скорее всего из-за более короткой длины порусящие кренки некоторые которые не обладают системы дальнего заброса не очень будет комфортно их забрасывать а все-таки кренка желательно сбросить подальше почему потому что первые несколько там 5-10 метров он будет заглубляться есть кренки которые быстро ныряют и есть который медленно будет погружаться то есть как бы будет теряться дальность дистанции положено как бы то дальность проводки та дистанция которая будет в зоне как бы хищника по идее на определенной глубине там и с определенным рельефом дна желательно конечно бросать подальше с короткой удочкой не знаю получится это сделать или нет надеюсь катушка мне в этом поможет так взвешу наверное посмотрим насколько изменился вес но он скорее всего он увеличился поскольку рукоять пути перфорирована но она сделана из металла кнопы тоже большого как бы размера так 278 грамм то есть на 11 грамм катушка стала тяжелее но это не столь существенно зато работать с упористыми приманками данной снастью будет гораздо проще на данную катушку я попробую намотать вот такого шнур это бюджетный шнур 4 жильный от компании fox rage в максимальной диаметре максимальный диаметр 024 миллиметра тест вы видите 28 либров 150 метров бобине как давно уже купил лежит у меня несколько лет наверное минус один данного шнура это но поскольку он бюджетный это довольно рыхлое плетение то есть ну ценовая категория небольшая качество тоже одно радует то что хотя бы в руках он пальцы не красит то есть проводишь когда пальцами по шнуру нет краски как на многих китайских шнурах в общем попробуем намотать использовать именно этот шнур недорогой по крайней мере когда я покупал он был недорогим вот попробую работать с ним думаю проблем принципе никаких не должно быть на этом я думаю закончу этот длинный ролик все вроде вам рассказал показал всем удачи и пока